Добрый день, это эфир информационная программа репортера студии Маргарита Шибукова. Работа самой масштабной в свете универсальной выставы Экспо-2015 у итальянской Милане наблизилась до экватора. Минавито теперь тут, в национальном павильоне Республики Беларусь, открылись дни Гомельской области. В аурошисты сях принимают дел делегация по дневному сходнему региону Беларуси началась со старшинёй Аблваканкама Владимиром Дворником. На выставе працует дымышная группа телерадо компании Гомель. Подробностей глядите в наших наступных выпусках новинов. Сегодня на площади Ленина в городе Мазыры отбудется урушение боевого стяга Мазырскому пограничному отраду старшинёй Державного пограничного комитета Республики Беларусь Леонидом Мальцевым. Нагадаем, рашение об формировании нового территориального органа пограничной службы было принято президентом краины 18 листопада 2014 года. Отрад разместился на базе отдела пограничной службы Прудо Гомельской пограничной группы. Провести лето с корыстью и выхавать у подлетков почти патриотизму. 40 школьников, які стоять на улику у комиссиях по справах неповнолетних, собрались у Лоеве. Тут открылся военно-патриотичный лагерь «Патриот». Инициаторами его проведения выступили комиссия по справах неповнолетних и управление аддукацией Гомельского облаконкама, а так сама областная организация громадского объединения «Белая Русь». 40 подлетков во взрослые от 14 до 17 годов с усих районов Гомельщины на тыдень переехали жить у Лоев. Причем многие проезжают в этот лагерь уже не в первый раз. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Что выходит, у рациона четырехногих помощников на заставе и тисдоле у тяча до учарки порушальник. У отделе береговой охоты особливый парадок несенней службы. Тому подлетки знакомятся с военными буднями во умовах армейского распорадку. На кожный объект ровно 20 хвилин. Але у годовальнику службовых собак пограничники заробили выключение. Больше всего мне понравилась работа с собаками, потому что мне собачки вообще нравятся. Особенно немецкая овчарка и все остальные. Усяго 10 хвилин и пограничники готовы испынить порушальника у любым пункте амаль 170-метровой рачной мяжи. Гэта один и у нашей краине погранзастава, где есть свой флот. Особливась такой мяжа у тым, что ее не видать. У таких умовах сучасная техника галовны козыру бороть без порушальниками и браконьерами. Фото на память коля самого худкасного и маневранного пограничного катера. И подлетки уже могут отшуться безоправдными морскими вауками. Побывавши у каютах, камбузах и кубраку, знову вертаются до новых катеров. Цекавятся махчимостями техники. Катера амфибийного типа «Мираж». Они поступили на вооружение в этом году. Они ходят по мелководью. То есть им как бы преграды именно водяные и сухопутные не страшны. Кожный день с подлетками працуют военные, педагоги и психологи. Им проводятся майстер-классы, тренинги и спортивные споборництвы. В первую очередь, наверное, воспитывается патриотизм, любовь к родине. Что мы стараемся им привить за время пребывания в этом лагере. И надеемся, что время, которое они проведут в этом лагере, им пойдет на пользу и они будут это вспоминать с удовольствием. Тем более, что у нас есть ребята, которые уже не раз посещают этот лагерь. Программа у лагера складена так, что вольного часу практичнее нема. Подлетки побывают у отдела внутренних справ и отдела по надзвучайных ситуациях. Наведают Слоевскую воротовальную станцию и музей битвы за Днепр. А так само отправятся у поход по местам боевой славы. Вольга Холодович, Вероника Ворошилина, Максим Савин, Валера Ига Панько. Телерадио компания «Гомель» из Лоевского района. Простовники Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по справах беженцев сегодня наведуют в Гомель. Управа насеяны ознайомятся с работой Гомельского городского центра социального обслугования семьи и детей. Усе подробностей в наших наступных выпусках. Сегодня в системе охоты здоровья развиваются профсоюзы, которые на справе обороняют правы медработников. Говорка идеи обзержала на гарантованной социальной обороненности, так званом социальном пакете. Про то, как працуют первичные профсоюзные организации медика у Гомеля, наш наступный сюжет. У Гомельской областной клиничной больницы на первое место не ставят культурно-массовые мероприемства, або раздачу и льготных путевок. Профсоюз сочет за якостью працонного места, те отповедая его нормам по охове працы. И когда есть порушение, профсоюз по трабое у кировничества привезти у селу отповедность. Тут лечит, что праца профсоюза в первую чергу – это контроль за выконанием працонных относин. У нас не принято решать какими-то решениями через суды, через коллективные или трудовые споры. Да, комиссии есть, но они простаивают, потому что в принципе сложился очень хороший коллектив в областной больнице. На сайте установи периодично запускают анкету, выучают и сканируют громадскую думку. А пытания разных групп работников Галины дают многое. Администрация совместно с профсоюзным комитетом, совместно с идеологическим сектором поступила с выборами лучших кандидатов на доску почета в учреждениях Гомельская областная клиническая больница. Была создана комиссия по приказу. Эта комиссия выбрала определенное число лучших. А еще тут у першиню за все годы не подали заявку у медуниверситет об накировании на працу выпускников. Все тому говорит, что есть балансованность кадровой забеспеченности, есть любимая праца и мотивация работников до повышения якости працы. И все же дома стопроцентного профсоюзного членства. Сто процентного членства нету. Я не думаю, что это, к сожалению, должен быть плюрализм. 99 процентов. Люди видят, что наниматель создает условия и для труда, и для оплаты, и для отдыха. По статистице медики займают пятое место по расповсюдженности прав захворывания у целом по краине. Яны, как никто инший, схильные до эмоционального выгорания. Подвержены данному синдрому это работники образования, культуры, психотерапевты, психологи. Где-то процентов 70 это занимают медицинские работники. Поэтому сам синдром эмоционального выгорания проявляется в эмоциональном снижении, физическом снижении, нарушении памяти, нарушении сна. Исчезает интерес к работе, к любимой работе. Совладаясь с профессийным стрессом, допомагая удел у культурно-спортивных мероприемствах. Масштаб этого профсоюзного руху что год набирает обороты. Давно вядома – самый лепший лекарь, энергия и новые уражения. Вера Котляр, Дмитрий Котов, Людмила Чернецкая, Дмитрий Радянко. Отель радиокомпания «Гомель». Сегодня гостям интерактивной программы «Диалог» станет старшиня Гомельской областной организации профсоюза у работников системы охова здоровья Виктор Иванович Матаренко. Размова позе про деятельность профсоюза у сферы медицины «Гомельшины». Задать пытание и выказать конструктивные пропановы можно подчас промога эфиру по номеру телефона 77 68 45. Глядите программу «Диалог» на телеканале «Беларусь-2» сегодня у 18 годин, 10 хвилин. Уникальные истории военного лихолетия часом отримливают не шаканы протяг и в наши дни, про 70 годов после перемоги. Об одном из таких выпадков в телераде компании «Гомель» рассказал Мазыранин Алексей Здоровец. Его батька под час войны трапил концлагерь на территории оккупованной Норвегии, а лес доля узбегчи. А про сшмат годов сын белорусского полонного убашился с людьми, які вырытывали его батьку. Подробностей в сюжете Руслана Пролясковского. История, подобная на кино, началась у вёсцы Микуличи Брагинского района. Юный Степан Здоровец разом с іншим молодцем был гвалтовно вывезен оккупантами. Германия, затем концлагерь у Норвегии, якую нацисти захопили еще у початку Другой Сосвятной войны. Амаль одразу будавалися лагери для военно-полонных и гражданских, сагнанных на примусовые работы с інших краин. Усих чекала шкодная для здоровья праца поздобычи Малибдена и голодное життя в бараках. Он бежал с этого конца лагера, было три побега, два неудачных, один удачный. Естественно, была, наверное, шпагоня, потому что немцы там делали облавы, искали. Холодной ночью хлопец долю пройти десятки километров. Населенные пункты Степан обиходил, але журешти ему довелося выйти до местовых жахаров. Спустился с гор, три домика стояло у подножия горя. Он постучался в самый крайний. Ему открыли девочка, восемь лет ей было. Он постучался, ну что-то там объяснил ей, она позвала мать. В тюремных этой самой одежи оборваны, голодные. Но она его покормила и как-то объяснила ему, что здесь ему находиться нельзя, потому что немцы жестоко расправляются с народом. И он ушел от них. Ушел, поднялся в горы, нашел себе место в ущелье, там скалабы, короче, нашел в пещере там и жил там. Не глядя на рисок, норвежцы допомагали утекачу, приносили продукты и все необходимое. Так протягивалось и несколько месяцев до капитуляции Германии. После этого Степан я еще не который час жил сярод своих вратовальников. И только в 1946 году вернулся в Советский Союз. Отрымал высшую эдукацию, завел семью, выгадывал детей и до пенсии працевал на нафтоперепрацовчем заводе. Помер во взросле 73-х годов. А про шмат годов оказалось, что Степана Федоровича шукают люди из Норвегии. Правда, под имен Стефана Даровца. Миновит атаки он значился у список концлагера. Высветлить, про кого и деговорка отрималася, дякуючу выпадку и артикулу у норвежской газете. Писатель-историк норвежский, Магна, он писал книгу о военнопленных, о людях, известных на принудительные работы. И нашел в газете статью про этот побег, что удалось человеку избежать из такого усиленного охраняемого объекта. По запрошении норвежцев Алексей Степанович съездил в их краину, увиделся с людьми, которые допомогли выжить его батьку. Сирот из них была и та девчонка, которая первая открыла зверы в текачу с фашистского полону. Но головной позеей стало наведывание той самой пячоры, в которой выживал батька. По башке с еею повесили мемориальную шильду. На норвежской мове тут коротко описана история белорусского хлопца, который смог выжить и вернуться домой. Руслан Пролясковский, Игорь Марышенко, Сергей Климович, телерадиокомпания Гомель.